Юрий Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. Все выходные, весь мир с тревогой, кто-то с болью, с разными чувствами смотрит за тем, что происходит в Израиле, в Палестине, в секторе газа. Самое, конечно, то, что больнее всего, это то, что сотни погибших, сколько там, точное число никто сейчас не может назвать и, наверное, не назовет. Какое число людей, попавших в заложники, тоже сейчас точно никто не скажет. Все это будет, мне кажется, со временем только выясняться. Но сам факт, на ваш взгляд, там же все время такая ситуация на Тоненького. Никогда нельзя было назвать ее абсолютно мирной. И почему вот именно сейчас произошло очередное обострение? По Ближнему Востоку вы на такой вопрос никогда не ответите. Я понимаю, потому что это веками длится, да? И тут где эта точка, непонятно, но вместе с ним. Там просто очень много того, что мы называем договорниками. То есть очень многое решается на месте. И это такой регион, где личность имеет большое значение. Часто даже просто межличностные отношения, они могут запускать какие-то большие процессы. Поэтому, кто запустил эту войну, новую войну, я сказать не могу. Но мы можем с вами посмотреть издалека на происходящее. Мне кажется, вот глядя на то, что вчера происходит, точнее, то, что попало в средства массовой информации о происходящем, мне кажется, что главное, что сделало возможным такой масштаб начальной войны, это усвоение палестинцами, конкретно Хамас, той стратегии и тактики боевых действий, которая работалась в Фирии и на Украине в последние годы. То есть действия малыми, очень подвижными группами, которые имеют хорошую связь и особые средства поражения. То есть дроны или особые средства поражения на подвижных своих носителях, то есть обычно на автоматике. Вот к этой тактике израильская армия оказалась негативной. И в Сирии, и в России адаптация к этой тактике происходила постепенно. И палестинцы, воспользовавшись тем, что они усвоили эти методы ведения войны лучше, чем израильцами, они достигли огромного успеха. То, что произошло с военной точки зрения, это просто невероятно. За один день палестинцы, атаковав очень защищенную территорию Израиля, они захватили действительно очень большое количество населённых. При этом палестинцы совершили атаку из сектора ГАЗа, который представляет из себя территорию, которая уже много лет находится в блокаде. И блокаду осуществляют израильские войска. То есть это что-то вообще невероятное. То есть и под контролем, надо же понимать, тоже. То есть там особо не накопишь больших каких-то арсеналов для нападения. То есть там всё прозрачно, как мне кажется. Вы знаете, это так хотелось бы израильскому, естественно, армии. Они для этого и вводили блокаду, чтобы предотвратить приток в этот сектор орудия извне. И прежде всего ракет. Там разные подземные входа. Самые разные есть методы доставки туда оружия. Но, как мы видим, это тоже израилю не удалось. То есть перед нами, скорее всего, отставание израильской армии от овладения современными методами ведения войны. И опережение палестинцами овладения этими методами за счёт того, чтобы палестинцы участвовали, скорее всего, в войне в Сирии и сделали из этого правильные вводы. Ну, а вот этот вот, вы говорили, защищённое, очень защищённое государство Израиль, где так выразились, но их защитный купол, вот этот вот знаменитый, распиаренный очень сильно. Ну, в конце концов, сам Цехал, где ведь там девушки служат, все имеют какую-то подготовку неимоверную, все умеют пользоваться оружием. То есть всё вот это оказалось, вот, как карточный домик рухнуло. Именно так. Цехал был, ой, Цехал, железный купол был просто перегружен большим количеством небольших ракет. Любая система ПВО может быть перегружена. Вот, скажем, сейчас, во время боевых действий на Украине, Российская армия применяет в налётах десятки разных дронов и ракет за один налёт. Они идут волнами, перегружают систему там. А вот в этом вчерашнем нападении палестинцы использовали от двух до пяти тысяч. И поэтому выяснилось, что всё то, о чем гордился Израиль, оно было на самом деле примерно как вот Польша с её забором на белорусской границе. То есть это были какие-то непонятные надежды. И это было, как мы видим сегодня, неэффективное средство защиты Израиля. Ну, Юрий Александрович, с точки зрения тактического успеха, то, что произошло, в общем-то, да, оно примерно объяснимо. Но если, опять же, посмотреть издалека, как мы пытаемся делать достаточно далёкие государства для нас, хоть и, я уверен, что и в Израиле у многих там есть и друзья, и родственники, сейчас вот всякие такие версии пишут, что там, ну, только разве что ещё руку Москвы не приплели. Хотя, я думаю, вот-вот она где-то уже должна проявиться. Ну, во всяком случае, в заголовках СМИ, особенно западных. Каковы интересы Ирана? Каковы интересы Соединённых Штатов в этом регионе? Вот и в этом обострении. Сейчас сложно сказать. Но Иран находится в таком положении, когда в любой момент вокруг его язвенной программы может возникнуть большая война. Дело в том, что Запад много-много лет пытается остановить создание в Иране замкнутого цикла производства атомной энергии. То есть от добычи руды и до производства самой энергии. Они на Западе опасаются, что в ходе изготовления топлива для атомных электростанций Иран накопит мощности достаточнее того, чтобы обогащать уран до уровня необходимого для производства ядерного оружия. И вот для того, чтобы остановить развитие вот именно этой технологии в Иране, обогащение урана, на Западе сумели добиться от Ирана разными путями согласия. И Иран самоогранилился в развитии этой технологии. За это с него были сняты многие санкции, но не все. А сейчас произошло нарушение Западом своих обязательств. И по санкциям, прежде всего, Иран вернулся к обогащению урана. Поэтому сегодня на Ближнем Востоке вокруг Ирана существует предкризисная, предвоенная обстановка. С другой стороны, Иран — это очень серьезная региональная держава. Они и свою атомную программу развили таким образом, что ее уничтожить каким-то воздушным ударом, например, невозможно. Они ее диверсифицировали, совместили ключевые элементы этой индустрии в северном Иране. То есть невозможно их уничтожить без применения газа на ворота. С другой стороны, Иран пока самоогранилился в степени обогащения урана, Иран сосредоточился в это время на поддержке лояльных к себе шиитских вооруженных, обычно, сил по перенесу своей границы. И сегодня Иран обладает целым поясом территорий, которые расположены вокруг него, где доминируют ориентированные на него силы. В Хизбаллах и в Южном Ливане и в Сирии. Сама сирийская власть во главе с Башаром Асадом. В Йебене поставки шииты, в Южном Ираке шииты и так далее. И вот в этом поясе Иран сумел достичь такой вот вещи, очень большинной для Израиля. А именно, Иран создал прямой коридор между своей территорией и Южным Ливаном, который контролируется то есть сирийской радикальной группировкой Хизбаллах. Ну, по сути, самим Ираном. То есть, и так, упрощенно. Да, да, да. Между Ираном и Хизбаллой. И эта Хизбалла накопила очень большой потенциал, очень большое количество ракет разного типа. Потому над Израилем нависает все время угроза, которые еще и преувеличивают часто СМИ, что в любой момент по Израилю может быть нанесен удар каким-то видом оружия массового поражения. Грязная бомба, химическое оружие, бактериологическое, что угодно. Но у Хизбаллы есть это возможно. Над Израилем висит серьезная угроза. И любая атака по ядерным объектам на территории Ирана, она, возможно, только тогда, когда будет засущена культуре, прилегающая к Израилю. Когда исчезнет угроза удара по нему с этой территории каким-то видом оружия массового поражения. А недавно Иран еще и взял под влияние ХАМАС. ХАМАС сама по себе группировка сунницкая, то есть ориентированная не на Иран, а на сунницкие страны. Ну и у ХАМАС были сложные отношения с Ираном. Но в последние годы эти отношения улучшены. Потому вот то, что происходит сегодня, точнее со вчерашнего дня в регионе Израиля, оно имеет еще и вот эту вот большую составляющую, о которой вы спрашиваете, иранскую. То есть с точки зрения Ирана, здесь можно допустимо внимательно смотреть. Если Израиль сегодня зачистит, например, от ХАМАС сектор Газа, от Хизбаллы каким-то образом зачистит Южный Ливан, это с одной стороны для Израиля достижение более высокой степени безопасности, чем с другой стороны, это означает появление предпосылки для большой войны против Ирана. Это не более чем рассуждение издалека. Потому что Ближний Восток, он наполнен, как я вот и говорил, эмоциями и сиюминутными, какими-то бесконечными договорниками. Мы можем только в самом общем выражении рассуждать об их политике. Ни в коем случае не претендуя на то, что мы разбираемся вне серьезно. Ну, Восток дело тонкое, это всегда было, да? Ну, хорошо. Давайте посмотрим на другую сторону. Только за воскресенье Байден и Нитаньяху созвонились два раза. И в обоих случаях Байден заверел в полной поддержке Израиля со стороны США. Мы помним еще, не так давно были волнения очень большие в Израиле по поводу судебной реформы, и которые, в общем-то, тогда очень многие говорили о том, что вот там как раз рука Вашингтона, которой Нитаньяху не нравится, и они хотят таким образом его сместить. Вот эти все разногласия ушли на задний план на сегодняшний момент, на ваш взгляд. И вообще, рука Вашингтона, она там как-то присутствует все-таки? Или это домыслы? Провал Израиля, который проморгал вот такой удар нашли, это провал и Соединенных Штатов тоже. Потому что между ними существует очень глубокое взаимодействие и по линии разведки, и дипломатии, да по всем возможным линиям. Потому что говорить надо о провале Соединенных Штатов в этом регионе. Кроме того, все-таки израильская армия – это реально мощная сила. И вот тут выяснилось, что эта мощная сила провалилась. Это значит, что те военные советы, то военное обучение, которое получали израильские военные и в Соединенных Штатах, и сами они обладают своим собственным огромным опытом, оно все оказалось недействующим. Надо сказать, что Соединенные Штаты проиграли на Близнем Востоке недавно две войны. Они были вынуждены бежать из Афганистана, и мы видели, как это выглядело зрелищно. И они ушли почти полностью из Ирака. В принципе, и война в Сирии, или точнее то, что там уцелел Башар Астан, и все более контролирует национальную территорию – это еще один выигрыш США. Иными словами, перед нами какая-то системная проблема Соединенных Штатов в этом регионе. И вот провал Израиля – это провал в том числе системных Соединенных Штатов. Очередной провал в этом регионе. Ну, если говорить о подготовке военной, то тут вообще, наверное, глобальный провал. Потому как даже если проводить аналогии с Украиной, где очень многие, особенно те части, которые называются потом какими-то элитными и так далее, они проходили обучение у западных инструкторов. И потом сами же бойцы этих частей говорили, что нет, нам не подходит это совершенно, вот эта система, как их обучают. Ну и, собственно, что продемонстрировали арабы. Они за один день захватили территории гораздо больше, чем за четыре месяца контрнаступления СВУ. Это тоже невозможно не заметить. Ну вот с этими событиями украинская тема – все в мировой повестке? Нет, не все. Но она уходит на заметное время в тень. И мы можем примерно даже предположить ход дальнейшего кризиса на Ближнем Востоке и украинскую тему примерно скоординировать, что будет происходить. То, что произошло вчера в Израиле, оно и сегодня имеет продолжение. Израильская армия вовсе не вышвырнула Хамас со своей территории. А зато в мировом информационном пространстве мы видим огромный поток информации, эмоционального толка роликов, которые как бы выманивают израильскую армию и заставляют ее обязательно атаковать территорию сектора Газа. Я не могу себе представить, чтобы Израиль сумел удержаться в такой атаке. А вот вообразите себе, что должно быть дальше, когда будет все больше вот этих всех провоцирующих видео в мировом информационном пространстве. Значит, Израиль должен будет действовать. Там сотни уже израильтян в заложниках впереди, то есть переговоров с Аспанином. Впереди, скорее всего, очень большое обострение. И в этом большом обострении мы уже видим позицию Физбаллы. Физбалла заявила, что она будет воевать с Израилем, если Израиль пойдет на большую операцию против сектора Газа. То есть в любой момент эта война может приобрести региональный масштаб. Где Физбалла, там и другие большие игроки в этом регионе. Конечно, украинская тема отойдет в день, и это все заметно. Особенно, если дело пойдет к большой войне против Ирана. Что это означает для Украины? Происходящее происходит тогда, когда Украина столкнулась с нежеланием Запада помогать ей в прежнем масштабе. Кроме того, впереди выборы в Соединенных Штатах. Известно, что Трамп идёт на эти выборы. Он очень почувствует к Израилю, и он одновременно плохо настроен относительно европейских союзников Анатолия. Может прийти к власти в Соединенных Штатах или Трамп, или другой подобный политик, который сделает ставку на защиту Израиля, а не Польши или кого-то, что не Украины. Да, это сниженная проблема. Надо понимать, что еврейское лобби в Соединенных Штатах это очень мощное лобби. Это гораздо сильнее, чем все другие, скажем так, национальные какие-то группы и группировки. И они имеют очень веское слово в американской политике. Я, честно сказать, не знаю более мощной лоббистской группировки в США, чем вот это лобби. Каковы могут быть действия России в этой ситуации? Ну и России, и Белоруссии, на ваш взгляд. Понятное дело, что мы, конечно же, за то, чтобы каким-то образом умиротворялась ситуация в регионе. Как минимум переставали гибнуть люди. Ну хотя, ну, представить, что прямо сейчас по щелчку это произойдет, ну, наверное, это будет наивно. С другой стороны, вот в начале разговора вы говорили о том, что на Востоке все очень так хитро. То бишь, вот такая вот война может начаться из-за того, что кто-то там друг на друга косо посмотрел. Или что-то кому-то сказал. Так а вот вернуться в обратное состояние может от того, что вот эти двое, которые все начинали, договорились, помирились? Да, может. У них такое бывало. Вот, например, сегодня, почему израильская армия оказалась такой расслабленной? По той причине, что в 90-х годах Израиль столкнулся с новым типом угроз. Пока был Советский Союз, Израиль ориентировался на прямые войны с мощными арабскими армиями. И так построил свою армию. Воскорта 80-х и после 91-го с так называемыми интифадами. Это другой тип войны. И он оказался более эффективным методом борьбы с израилем, нежели было во времена СССР. Интифады — это значит массовый выход мирных демонстрантов на улицы и дальше какое-то уличное насилие. В основном, детям, родственникам, вот на их камни или какие-то террасы израильские солдаты начинали стрелять. То есть все попадало в СМИ. И западное общественное мнение изменило свое отношение к Израилю. И под давлением западного общественного мнения вот этими интифадами Израиль отступил, согласился на то, что он не соглашался во времена СССР. И вот на этой фазе они более-менее договорились. Более-менее с какими-то поправками. Там оставались большие спорные точки, они вызывали постоянное напряжение. Но это уже было не то, что было в начале 90-х или 80-х. И все газы на западном берегу реки Ордан. Власть ушла в руки палестинцев. Они стали выстраивать свою администрацию, полноценную свою жизнь, как бы под своим собственным управлением. И Израиль на этом где-то как-то успокоился. А сегодня они столкнулись с тем, что они проморгали новый виток развития военной науки и военных технологий. Оказалось, что их разведка, их государственная система, армия и Соединенные Штаты как союзник, они не готовы вот так воевать, как сейчас готовы палестинцы. Кстати, я хочу сказать, вот Европа восточная, я говорю, да, вся Европа, она столкнулась с этой проблемой неготовности к новым методам войны наиболее ярко в 2017 году. Вот когда, собственно, после Майдана начался кризис на Украине, выяснилось, что, скажем, на тот момент, насколько я помню, больше половины танков Германии не могли просто выйти из бокса. Вот. И так далее. Потому что многие годы Европа полагалась на Соединенные Штаты, Европа полагалась на... А американцы полагались на свои военно-воздушные силы и нечто типа спецназа. А тут раз пришлось начинать воевать иначе. И они оказались не готовы. Точно так и из Лаэль. Поэтому... 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 Там у них война сейчас пойдет. Новый виток, он пойдет обоснование надолго. Ну, пока, я так понимаю, все поймут, что с этим делать. В Израиле поймут, как противостоять этим методам. Если успеют, конечно. Я хочу, отвечая на ваш вопрос, можно ли договориться? Да, можно. Вот был прецедент в 90-х годах, когда Израиль отступил перед новым методом войны через интифады и договорился. И более-менее они как бы урегулировались. Насколько это возможно в этом регионе? И здесь тоже возможно договориться. Ну, рано или поздно, безусловно, договориться придется. Вопрос-то прямо сейчас, когда вот они фотографии жертв, причем многочисленных жертв, это не один-два человека. Вот мы с вами до записи обсуждали видео, где, ну, не знаю, правда это или нет, но израильские дети в клетках... Ну, это жутко, конечно. И это все распространяется сейчас в интернете. Это вот точно не то, что прямо сейчас поможет договориться. А это сейчас будет, естественно, с обеих сторон. Этим будут спекулировать, это будут использовать в каждой своих целях. Тем более, что с той стороны есть большие специалисты в этих вопросах и дело свое знают. Ну, вот если вот... Понятно, что сейчас точно нет. Сейчас я с вами согласен, что будет какое-то продолжение обострения. Но в перспективе, если так укропненно очень, Израиль, союзник Соединенных Штатов, голос России традиционно населен среди арабских государств, то есть судьбу вот этой мира, либо войны будут решать все-таки Соединенные Штаты и Россия? Без Ирана тоже не обойдется. Нет, здесь много игроков. Здесь нет того, что было во время существования СССР. Тогда все было проще. Советский Союз и Соединенные Штаты. Сейчас гораздо все опаснее и сложнее. Я бы вообще готовился к тому, что следующая фаза, которая может обострить, ибо этой войны, которая может случиться хоть завтра, она будет такой, что нам фирасные события покажут просто разведкой, боем. Уже больно там израильская армия показала себя слабой. И слишком прощипываемая, даже глядя отсюда, действия Израиля. Ведь понятно, почему в информационное пространство выброшены ролики вот с этими детьми и другие подобные. Это же Хамас выбрасывает, как то еще. Значит, они знают, что делают. Они заставляют общественное мнение Израиля санкционировать, потребовать от своей армии очень резких действий. Потом они знали, что делали торгать в Израиль, когда они захватывали сотни заложников и вывозили на свою территорию. Это тоже понятно, что будет дальше. Использование заложников для информационной раскрутки всего происходящего конфликта. То есть перед нами пока только первый шаг в, скорее всего, непростой следующей полосе событий. Если бы можно было все листить, просто поговорим в России и США, такого бы не было. Вы как специалист по Ближнему Востоку точнее меня знаете, когда из одного солдата Израиль начал войну. Войну начал. Ну, наземную операцию. Весь мир тогда восхищался. Вот посмотрите, как израильтяне из одного человека в общем-то разворачивают целую войну. Я, конечно, с трудом могу представить, что будет сейчас, ввиду того, что сотни человек в заложниках. В том числе и не только и гражданские, и военные, и какие угодно. И дети, и кого там только нет. Эта ситуация создает условия для того, чтобы на Украине радикалы несколько образумились. Потому что вот над ними сегодня нависло больше углоза, чем было, скажем, позавчера. А позавчера над ними была уже серьезная угроза. И в Соединенных Штатах, видите, на 40 дней как бы бюджет принят без ее поддержки Украины. И ряд стран Европы отказываются от поддержки Украины. Это было позавчера. А вчера Украина столкнула с тем, что она уходит в тень большой потенциальной Ближневосточной войны. И вот этим радикалам на Украине надо сильно-сильно задуматься о том, что надо выходить из войны. Они наоборот будут пытаться каким-то образом провоцировать теперь уже Российскую Федерацию на какие-то резкие действия, чтобы, ну как, перетянуть вот это вот внимание, не отпустить фокус внимания со своих проблем, со своей боли, что называется. Это невозможно. Израиль для Соединенных это не Украина. И мощь израильского лобби и шире еврейского лобби в США это даже близко не сопоставимо с мощью польского или там тем более украинского лобби. Все, конечно, будет зависеть от того, что будет происходить в ближайшие сегодня и в ближайшие дни. Как и там будет разрешаться ситуация, кто до чего договорится, договорится ли, как поведет себя Израиль, как поведут себя эти группировки, которые контролируются Ираном. Что ж, спасибо большое, Юрий Вячеславович, за этот разговор, за ваши оценки. Будем наблюдать за событиями и делать выводы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok